Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Внезапно возникшие и забытые кампании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам в 18.15 в программе «Подоплёка». На Радио Болтком. «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас продолжение начатой несколько недель назад темы о воздухе в школах, об эпидемиологической безопасности школьников и, конечно, о продолжении очных занятий для наших детей, которые все ждали и на которые все надеются. Несмотря на то, что заболеваемость вроде бы растёт, но это сезонный фактор. И мы к этому, в принципе, привыкли ещё по эпидемиям гриппа, которых последние пару лет мы не наблюдали. Но врачи нас предупреждают, что грипп никуда не делся, и он может прийти. Поэтому разные вирусы, которые циркулируют в обществе, могут попадать, естественно, в первую очередь в детские коллективы, где у маленьких наших сограждан формируется их иммунная система и их способность сопротивляться всяким болячкам, приходящим извне. Сегодня мы решили поговорить об этой теме, которую начал у нас один из основателей общества врачей Латвии Петерис Апинис, который сказал, что для обеспечения эпидемиологической безопасности существуют различные методы. И один из самых доступных и быстро реализуемых – это применение каких-то устройств, приборов, которые позволяют попадающие в воздушное пространство нехорошие, чужеродные для человеческого организма агенты обезвредить, уничтожить и обеспечить хорошее качество воздуха в помещениях. И вот сегодня как раз об этих вещах мы поговорим с представителем компании «Евролед», которая как раз такие устройства начала предлагать в пандемический период, нашла, представила для общества и готова, наверное, обеспечить всех желающих. Этого человека зовут Марина Ирохина. Добрый день, Марина. Добрый. И вот прямо перед нею, сейчас у нас на столе в студии стоит такая штука, какой-то прибор, о котором мы, наверное, сегодня и будем говорить. Мы работаем в прямом эфире, телефонная студия 672-12-93-9, 672-13-93-9, и вы сможете задать вопросы Марине о том, какие функции или возможности могут дать вот такие устройства, как то, которое сегодня она принесла в студию. Итак, Марина, потребность, необходимость в каких-то приборах, которые бы обеспечили очистку воздуха от разных вирусов и бактерий и так далее, наверное, человечество бы почувствовало не вчера и не в период пандемии. Мы все прекрасно помним, что была такая лампа Саулы, её выпускал Рижский завод с Траумы, и в детских коллективах применяли эту лампу, когда детишки, надевая очки, там на три минутки стояли в трусиках перед этой лампой, принимали ультрафиолетовое облучение в зимний период, потому что мы знаем, что в Латвии зимой солнца мало и витамин D без солнышка не образуется, чтобы дети были крепкими, чтобы они были здоровыми. Вот такие процедуры применялись. Я ещё помню, что, ну, когда попадал в больницу ещё в детстве, обязательно все палаты в больницах каждый день кварцевались, такие включались синие лампы, и дети, значит, должны были лежать с закрытыми глазами, ну, если лежачие больные, чтобы вот действительно очистить воздух от микробов и так далее. Ну, то есть, вот теперешние приборы аналогичного плана, это, ну, может быть, хорошо забытое старое, а кем-то и не забытое. Потому что у меня лично ещё дома эта лампа Саулы есть, и я её в каких-то особых острых случаях включаю. Вы всегда занимались вот такими приборами, или именно пандемия заставила вас искать какие-то решения для того, чтобы предложить их для фирм, для людей, для предпринимателей, может быть, которые хотели бы свои коллективы защитить каким-то образом от всякого нехорошего. Ну, я начну немножко тогда с истории, раз вы уже затронули начало, да. Наша компания работает с 2006 года, да. По большей части мы занимаемся летосвещением. То есть, мы переводим проектное на светодиодное, на экономическое освещение и так далее. Именно вот такие приборы и вообще, в принципе, ультрафиолетовые какие-то лампы люди начали спрашивать в период пандемии, как это всё началось, так как мы занимаемся вообще, в принципе, освещением. Любыми другими лампами у вас стали спрашивать ультрафиолетовые. И тогда мы поняли, что реально клиентам сейчас это необходимо, мы начали это всё искать. Мы нашли, это украинское производство, да, мы с заводом, они сами производят, мы с заводом заключили эксклюзив, да, то есть, мы являемся эксклюзивными представителями практически на всей территории Европы, за исключением нескольких стран. Этот прибор называется бактерицидный рециркулятор. Там внутри находятся бактерицидные лампы, да, разница между теми лампами, которые были раньше, они назывались кварцевые лампы. Сейчас время идёт вперёд, сейчас уже это всё немножко переработано, и бактерицидные лампы не излучают озона. В отличие от кварцевых ламп, которые раньше были, да, они излучали озон, который не очень полезен вообще, в принципе, для человека. Эти лампы, они не излучают озона. Вот, это значит, что при работе этих ламп можно абсолютно безопасно находиться в помещении. И не нужно проветривать это помещение после работы этих ламп. То есть, озона в воздухе нету. И озоновая дыра не вырастет. Это работает за счёт самих ламп. Внутри бактерицидные лампы, да, они сделаны из специального стекла. И это стекло, оно как бы не пропускает. Вот, оно пропускает ультрафиолет, да, в нужных... Ну, то есть, всё-таки это модификация каких-то солнечных лучей. Их, ну, искусственное генерирование. Да, всё верно. Ну, то есть, там длина волны, да, необходимая для уничтожения этих вирусов, да, на 254 нанометра. Ну, то есть, те, кто понимают, они понимают, что это то, что нужно, и этой длины волны хватает, чтобы бороться с вирусами и так далее. Вот, работает этот рециркулятор по принципу такому. Он забирает воздух, да, в котором находится бактериум, пропускает через себя, он его дезинфицирует, он убивает микробы, выпускает чистый воздух обратно в помещение. Рециркулятор может работать вообще, в принципе, бесперерывно, да, то есть, в классах, во время урока дети могут сидеть, рециркулятор может работать и обеззараживать воздух. Вот, в отличие от того, как это... Ну, то есть, его воздушный поток не такой мощный, чтобы там рядом с ним невозможно было находиться, не сдувает никого, кто находится в это время рядом? Нет, нет. И таким образом, его нужно всё время включать, держать включённым или периодически? Потому что, допустим, доктор Апинис, когда выступал у нас, говорил о том, что существует прибор, который можно, например, на всю школу использовать за ночное время, провести, протащить по всем классам и во все классы как бы обеззаразить и таким образом, ну, сэкономить деньги. Вообще, эта тема, она как бы связана всегда с финансовым вопросом, говоря, что, ну, там у Министерства образования нет денег, чтобы такие, допустим, окна в школах всех оснастить какими-то устройствами для вентиляции, потому что изначально тема была о том, что воздуха детям не хватает, они должны, ну, как-то пополнять запас кислорода, а во время урока открывать окна нельзя. Таким образом, проветривание происходит только во время перемен, вот, и эти запечатанные помещения, к сожалению, не обеспечивают должного запаса кислорода для того, чтобы дети нормально сохраняли работоспособность в течение всего учебного дня. Мы сейчас свяжемся с доктором Апинисом, попросим нашего звукорежиссера Евгения Копеина позвонить ему по телефону и получить его комментарии о том, как меняется ситуация, поскольку он является тем человеком, который, ну, старается довести до власти имущих, до людей, принимающих решения, идею о том, что эпидемиологическая безопасность – это такой интегрированный процесс, который обеспечивается разными методами и с разным, как говорится, финансовым наполнением. Да, связь есть у нас, сейчас мы спросим нашего собеседника. Петерис, добрый день. Здравствуйте. Вот сейчас обсуждаем предлагавшуюся вами идею о том, что воздух в классных помещениях, в детских садиках можно, ну, обеззараживать, ликвидировать разные там вирусы и бактерии с помощью устройств. Как раз одно из таких устройств обсуждаем сейчас с нашей гостьей в студии. Петерис, вот за время, прошедшее с нашей встречи, это было, наверное, недели три назад, что-то изменилось? Большое счет. Нет, пока ничего не изменилось. Я просто, ну, я написал пару статей, написал письмо министру и табли, но от этого ничего известного у нас не меняется. Ну, я надеюсь на какие-то серьезные предприниматели, которые умеют разговаривать с нашим правительством. Понимаете, я не хочу сказать, что все идет только по каким-то финансовым путям, но выглядит так. Идея мало, наверное, в нашей стране. Идея, то есть нормальными аспектами там мало. Ну, в принципе, то решение, которое Вы предлагали, вот какие-то приобрести для школ устройства для очистки воздуха, оно, в принципе, ведь не такое дорогостоящее. Как по Вашим расчетам это должно было быть? Самое интересное, что я говорил с профессорами технического университета и еще с специалистами, они сказали, что это дешево, легко сделать, мы сами можем его организовать, и это будет достаточно точно, хорошо, дешево, быстро. Даже профессиональные технические школы, пару наших в республике такие может сделать. Такой принцип. Это фактически пылесос. Ретикулятор – это фактически сильный пылесос, через который идет воздух. Мы, конечно, должны понять, сколько в классе кубатуры для этого сильнее или поменьше. Это ретикулятор должен быть. Он идет через ультрафиолетовое излучение, которое самое плохое для вируса. Мы, конечно, я никак не понимаю наше государство, которое предпочитает, что можно было ее обрасти просто для школы. Так у нас раньше было горное солнышко, нормальную одну лампу ультрафиолетового излучения, и которую за ночь перенести с одного класса на второго и таким образом уничтожить вирусов. Это самое простое, это везде работает. Не знаю, наши государства, как такие ослы, всегда хватит всего, что не несет деньги. Петерис, я вот хотела вам медицинский вопрос задать. Ну, у сторонников бактерицидности и противников всегда противоположное мнение. То есть, одни говорят, что если вы моете мыло бактерицидным мылом руки все время и смазываете их спиртом, то уничтожаете защитный слой кожи. Да, вот с этими... Но вы понимаете, на этот раз, если мы ставим этот бактерицидный или ультрафиолетовое излучение в классе ночью, это на это совершенно не относится. То есть, на ваши руки, на ваше тело и так далее эта бактерицидность не будет относиться. Это просто уничтожит... Ну да, конечно, всех вирусов, но мы как-то переживем то, что и, там, не знаю, вирусы, которые любят наши партии в школе или вирусы, которые любят жить в, ну, как, ну, там, везде на наших этих, ну, как, в цветах на столе учителя, что эти вирусы тоже пострадают. Ну, как-то этим мы можем... Пожертвовать. Я думаю, что вот это одна точка зрения. Второе, это, конечно, углекислый газ. И нормальный рецепт, который может достаточно много снять ультрафиолетовое из-за именно углекислого газа. Ну, вот, конечно, третий, это если это пилисос, он работает и забирает пи-пи, который все равно в наших школах, как известно, профессор Иванович проверил, его слишком много пили тоже. Как дети его заносят, и это другой вопрос. Видите, там, классы, это не только то, что мы выдыхаем, ну, да, то есть, не только углекислый газ, но мы должны понять, что наши девушки, учительницы употребляют косметику, там, все остальное, что возможно, это тоже очень хорошо было бы, что как пили, как циркулировать. Угу, понятно. Спасибо, Петерис. В любой ситуации такой аппарат, если его бы строить здесь, если это сделать, то это, наверное, программу, его сделать, как образец, мои профессоры сказали, это один месяц, и чтобы начинать производить это, три месяца, и чтобы он такой мог бы строить со всеми, со всеми причиндалами, около 150 евро на один класс, это гораздо меньше, чем мы тратим на, скажем, маски детей. Угу, понятно. Которые вообще безнадежные, которые никому не нужны. Это просто, чтобы кто-то опять сделал себе прибыль. Да, к сожалению. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что при обсуждении вот законопроекта об обязательной вакцинации в Сейме, удивительно было услышать, что глава комиссии по образованию не знает, сколько длится школьный урок, и не в курсе, что детей нельзя выпускать на улицу, подышать свежим воздухом во время школьных занятий, потому что это... Это Аша Радонса, да? Нет, не Аша Радонса. А, нет, это была комиссия, наверное, по юридическим вопросам, поскольку законопроект обсуждался, да. Спасибо, Петри, за ваш комментарий. Мы возвращаемся в студию. А, да, спасибо. Марина, ну вот, Петерис Апинис предлагал даже наладить производство таких аппаратов в Латвии, и наши профессора считали, что можно было бы такое устройство делать примерно за 550 евро. Вот эта штука, которую мы видим на столе, она тоже стоит примерно столько? У нас на магазине стоит вместе с налогом 135 евро. Ну, то есть, теоретически, как бы, мы можем даже не адресовываться там к правительству, не требовать от него, чтобы оно организовывало закупку, там, и так далее, а просто родительский комитет класса может, ну, решить и купить такую лампу просто на свой класс и поставить её в помещении, так сказать, обеспечить для детей возможность дышать свободно, и даже в этом случае, наверное, им и маски не нужны будут в классе, потому что действительно это устройство обеспечивает хороший воздух. У нас есть звонки, но мы сейчас должны уйти на перерыв буквально на 3 минуты. Пожалуйста, уважаемые радиослушатели, наберитесь терпения, через 3 минутки будем принимать ваши звонки с удовольствием и ответим на ваши вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому Эпидемиологическую безопасность в школах и решения, которые позволяют её обеспечить технически, то есть устройство, аналогичное давно нам известным лампам Саула. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите, пожалуйста. Добрый день, скажите, пожалуйста, вот, ну скажем, квартиры, можно использовать такую лампу и где её можно купить? Если вы не можете говорить конкретно, то хоть название магазинка, или что, спасибо. Да, хорошо, спасибо. Конечно, в квартире используют такие лампы. Есть ещё лампы открытого типа, да, но по большей части мы рекомендуем использовать закрытого типа, когда нету прямых излучений у интерфиолетов. Это более безопасно для людей, потому что, ну, не дай бог, там, ребёнок, кот там и так далее. Купить можно, как вы уже вначале сказали, это магазин Евролет, мы находимся на Лубан С-78. Сейчас нас за рекламу тут привлекут. Приходите, нет, ну, просто вопрос-ответ, пожалуйста, приходите, можно у нас купить. Ну, то есть эти устройства бывают рассчитаны на разный объём помещений, да? То есть на разную категорию помещений. Зависит от количества ламп. Чем больше ламп, тем больше эффективность. То есть для квартиры достаточно одной лампы внутри, и она будет вполне себе хорошо работать. Для больницы, да, нужно уже побольше ламп. Внутри это три и так далее. Хорошо, звоните, мы ждём ваших звонков. Вот у нас есть ещё звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день. Марина, да, зовут ваша. Марина, гостья наша, Ирохина, да. Да, и Марина, вы говорите, что воздух проходит через прибор, очищается и не выходит чистый. А куда деваются примеси? Потому что у вас в кондиционерах часто бывает как? Он себя втягивает, втягивает, и до того засоряется, что потом... Начинает выбрасывать этот засорённый воздух опять. Да, да, да. Значит, за этим прибором должен быть какой-то уход. То есть школа там, да, заключает договор, что не только лампу поставили, но и периодически уход должен быть. Да, вот столбики надо мыть. Столбики поставили, надо их мыть. Спасибо за ваш вопрос. Я как раз тоже хотела об этом спросить. Мы обычно, ну, если мы говорим о школе, то понятно, что учителя и так загружены, если мы на них ещё повесим какие-то дополнительные функции, там, следить, когда засорилось, почистить и так далее. Насколько это всё вообще сложно? Нет, ничего сложного. Снимаются вот эти крышки, там стоят фильтры. Четыре фильтра на один рециркулятор. Они многоразовые, да, в принципе, с этой стороны их видно. И вы можете спокойно видеть, когда они засорились, когда они в пыли, они вытаскиваются, промываются. Просто водой? Да, они должны высохнуть и ставить их обратно. Если вдруг они пострадали каким-то образом, порвались там, мы как официальные представители, у нас есть запчасти, да, мы проводим полное обслуживание, поэтому с этим проблем не должно быть. Ну, а в принципе, вот этот цикл рециркуляции до загрязнения фильтров, ну, на сколько он, примерно, рассчитан? Это каждый день надо или каждую неделю? Нет, нет, ну, это примерно раз в полгода. Но это зависит от помещения. Да, это зависит от помещения. Ну, то есть это визуально видно, человек может, так сказать, посмотреть и убедиться, что надо уже почистить этот фильтр. Есть еще звонок, надевайте наушники. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. А вот вопрос к ведущей. Скажите, пожалуйста, у вас только одна гостья, Марина, да? Да, сегодня одна. Ага, и вопрос к Марине. Марина, а сколько вы заплатили радиостанции, чтобы выйти в эфир? Спасибо большое. Ну, я думаю, что это риторический вопрос. Не, ну, Марина ничего не заплатила, да. И радиостанция ничего не заплатила Марине. Ладно, значит, все-таки вопрос о бактерицидности, он такой двоякий. Да, мы с господином Петерисом Апинисом поговорили об этом. И, насколько я понимаю, ну, люди могут смотреть на это, ну, немножко настороженно, потому что, ну, считается, что если там дети не контактируют с вирусами, то у них иммунитет уже не реагируют на какие-то агенты чужеродные и так далее, есть ли такая опасность, что слишком чистое помещение будет детей как бы делать безоружными перед опасностью? Ну, смотрите, дети же не 24 на 7 находятся под воздействием рециркуляторов и очищения воздуха, правильно? Если мы говорим про школы, то есть они сколько там находятся? Ну, 5-6 часов, да? Ну, естественно, с выходом на переменки, где они между собой общаются и так далее. Они точно так же под воздействием вируса находятся и дома, и на улице, и так далее. Просто если мы говорим про школы, чтобы дети могли безопасно ходить в школу, сидеть на уроках, не в маске, чтобы им было удобно дышать и так далее, то, по мне, так, лучшее средство – это вот поставить рециркулятор, как вот доктор говорит, как-то Финни сделали. Ну, я так понимаю, что когда появилось это решение, ну, кто-то уже им воспользовался. У вас есть какая-то статистика, там, как это работает, действительно ли это помогает? Или это вот такая вот фишка, которую можно, так сказать, предлагать, но толку от неё не будет? Не, ну, как воздействие ультрафиолета на вирус уже давно доказано, да, и об этом уже все знают, как это всё работает. Это не новая какая-то система, да, как ультрафиолет влияет на вирусы. Вот, как в вашей программе, да, доктор говорил, что в Финляндии, да, если я не ошибаюсь, это всё вот массово было поставлено в школу, и дети спокойно учатся при работе рециркуляторов, и, в принципе, всё нормально, да, только там правительство, я так понимаю, да, или кто-то закупали это по 600 евро, да, мы предлагаем, ну, практически в 6 раз дешевле. Ну, хорошо, мы сейчас действительно не будем, ну, как бы, рекламировать тот или иной продукт. Действительно, Аппинис говорит, что можно было бы, может быть, наладить производство аналогичных приборов и в Латвии, поскольку, ну, очевидно, что эпидемия не закончится ни завтра, ни послезавтра, может быть, и через год она не закончится, а кроме того, сезонные, там, заболеваемость детей, это, ну, как она была, есть и будет, потому что дети приходят после лета, они сразу начинают чихать и кашлять, и, ну, и даже без всяких коронавирусов, мы прекрасно это помним, и каждый родитель это знает, что это бывает, поэтому, ну, те или иные методы для того, чтобы снижать заболеваемость, и, наверное, они могут обсуждаться, и люди должны об этом знать. У нас есть еще звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Доброе утро. У вас в начале программы прозвучала фраза о вреде озонирования. Откуда такое новшество, такое новаторство? То есть всегда озонированный воздух был полезен, кинотеатры в советское время озонировались, и, ну, как бы, ну, совсем вразрез это идет с тем, что у нас было десятилетиями. Спасибо. Да, спасибо. Ну, смотрите, не зря же после работы озоновых ламп нужно проветривать помещение, да? Ну, как бы, это везде написано, но это же не просто так написано, правильно? Если мы говорим про бактерицидные лампы, то они не выделяют озоны, и не нужно проветривать помещение, то есть люди спокойно могут находиться. Ну, при работе. А после работы озоновых ламп всегда нужно было проветрить помещение. То, что раньше было советское время, это было советское время, время идет вперед, это все изучается все глубже и глубже и больше и так далее. Ну, возможно, весь вопрос в дозах, сколько этого озона хорошо, а сколько плохо. После грозы озон чудесно, воздух такой весь свежий, прям хочется дышать и дышать, а когда его, может быть, слишком много, тогда наступают какие-то другие вещи. Я не доктор, не могу сказать об этом профессионально. Марина, когда вы нашли вот это решение и стали его предлагать школам, детским садикам и так далее, какая была реакция, ну, как бы, люди откликаются, им это интересно, они понимают смысл или все-таки больше скептицизма и каких-то других аргументов против? Да, вы знаете, вот в прошлом году мы начали активно, наша команда менеджеров начала активно распространять, предлагать, презентовать, как и школам, детским садам, частным заведениям, ветеринарным клиникам, да, в принципе, любое помещение, где находится… Вы даже говорили про рыбный завод какой-то. Да, про рыбный завод, но они брали больше для того, чтобы избавляться от неприятных запахов, потому что он также уничтожает неприятные запахи, да, их можно поставить в раздевалку, например, где есть неприятные запахи и так далее, да. Рыбный завод, очень много, на самом деле, предприятий, которые до сих пор и в больнице, и, кстати, в прошлом году больница Страдани проводила открытый конкурс, да, который по закупке рециркуляторов, мы выиграли в этом конкурсе, да, и им поставляли больницу Страдани и рециркулятор тоже. То есть медики понимают, что это необходимо, да? Конечно, да, конечно, и школы, и детские сады, да, это всё было очень активно. Сейчас тоже начинаются сезоны, и люди опять начинают, потому что летом было небольшое затишье, понятно, по какой причине, да, а сейчас всё опять начинается. Хорошо, у нас есть ещё звонок, давайте послушаем, добрый день, говорите. Здравствуйте. Добрый. Я вот в своё время лежал в туберкулёзной больнице в Сауришах, и там каждые 5 метров голубые кварцевые лампы стоят, которые уничтожают все микробы. Почему сейчас, в ковидное время, в офисах, нигде, на входе в магазины, в супермаркеты нет этих ламп? И могли налобные такие, миниатюрные, человек одел на лоб, как фонарик, и у него перед ним все микробы, все вирусы уничтожаются. Спасибо. Хорошо, спасибо. Да, это будет. Налогные, это хорошо. Идёшь и светишь, как поезд. Да, может быть, когда-нибудь к этому придём. Ну, такая ситуация, не знаю, потому что… Но всё-таки вот Вы сказали, что открытые лампы, ну, не очень полезны для прямого воздействия. Да, для глаз, для кожи, да, и так далее, естественно. Рециркуляторы, вот когда мы, в принципе, завозили, самый дешёвый вариант у нас в Латвии, это было, ну, где-то 400 ориентировочно. Ну, то есть это было дорого, и поэтому не всем доступно. Да, это доступно, да, сейчас, как бы, это, в принципе, доступно, любой желающий можете поставить и в квартиру, и в офис, и куда угодно. Ну, всё-таки убивание микробов – это хорошо, но и свежий воздух тоже нужен. В принципе, конечно, это просто интегрированная какая-то должна быть программа. Да, и в данном случае, наверное, надо сказать, что мы можем, ну, действительно, не кивать там на самоуправление, на министерство, что вот оно как-то не реагирует, оно не отзывается на нужды, так сказать, жителей, детей и так далее, решать проблему своими силами. Это, ну, реально не та вещь, которую, так сказать, ну, действительно невозможно ни тысячи евро, ни десятки тысяч, а простое решение, которое могут родители просто сами сделать для своих детей и обеспечить им нормальный режим занятий в детских садиках, в школах. Ну, естественно, что на предприятиях это тоже может быть. Марина, а скажите, пожалуйста, по поводу вот там вообще решений, которые вы изучали, когда искали там свои эти устройства. Что в мире ещё есть для того, чтобы, допустим, обеспечивать безопасную среду в помещениях? Вот рециркуляторы, лампы, какие-то ещё есть решения помимо этого? Ну, так я вам тоже не скажу, может быть, и есть, но я скажу, что, в принципе, во всех странах рециркуляторы, они пользуются популярностью, то есть их ставят, и это не является никаким там, не знаю, каким-то там дорогим, да, там решением и так далее. Вот, в принципе, на той же Украине, да, где это всё производится, во всех больницах, во всех стоматологических клиниках, школах, да, это всё стоит и стояло всегда. Да, вот, почему-то вот у нас как-то это не особо было развито. А во всех странах, в принципе, это норма, это нормально, особенно в это время сейчас, когда коронавирус и так далее. Ну, то есть вы можете сказать, что, в принципе, решение-то опробовано, оно сертифицировано кем-то в Еврокомиссии, утверждено, ну, вот, всё-таки Украина пока не что, не Евросоюз. Рециркуляторы, да, 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 все европейские сертификаты, да, всё есть. Внутри стоят лампочки Острым или Филлипс, да, там, ну, завод ставит, что на данный момент есть, в принципе, по спецификациям они абсолютно одинаковые, но это европейское качество, да, Острым, Филлипс, как бы, тут, это уже не украинское производство. Ну, вот они сами, эти лампочки ультрафиолетовые? Да. Ну, то есть теоретически можно взять, вкрутить в люстру ультрафиолетовую лампочку, и она будет всё время всё обеззараживать? Нет, нет, так не получится. Так нельзя? Нет, так не получится. Ну, ясно. Хорошо. Мы обсуждаем сегодня вопросы педиологической безопасности, ну, прежде всего, в детских коллективах, поскольку проблема продолжения очного обучения детей в школах, конечно, всех родителей волнует, все хотят, чтобы оно, так сказать, было весь год этот учебный, да, поскольку всё-таки дети в домашних условиях гораздо менее мотивированы, и им сложнее какой-то материал осваивать. Вот ваш опыт, как мамы, Марина, о чём говорит, кажется, у вас сейчас малыш пошёл в первый класс? В первом классе, да. И как началась учебная неделя? Учебная неделя началась два дня, они походили, и всё, и ушли на карантин на две недели. Вот так вот началась учебная. Уже вернулись или ещё? Уже вернулись, да. Уже вернулись. Всё нормально пока что? Ну, хотим пожелать всем детям продолжать учиться, всем учителям здоровья, всем родителям терпения и всё-таки консолидации, участвовать в делах школы, помогать учителям, потому что, к сожалению, именно на учителей сейчас упала повышенная нагрузка в обеспечении там и анализов, и всех очно-заочных форм обучения. Им сложно, им трудно, эмоциональное выгорание там и тут случается, и мы об этом видим и слышим. И хочется уже в преддверии дня учителя тоже всем им низко поклониться и поблагодарить их за их труд. Я надеюсь, что все родители понимают, как это непросто сейчас работать в школе, и родительские комитеты будут также участвовать в этом процессе, помогать учителям и коллективам школ поддерживать эту нормальную школьную жизнь. Ну и все инструменты, которые для этого существуют, наверное, следует использовать, и в том числе те вещи, которые придуманы наукой и техникой, и которые могут использоваться в Латвии, производиться в Латвии, как предлагает Петри Саппинис и профессор Ванадзенш из Рижского технического университета. Хочу поблагодарить Марину за участие в программе. Мы говорили сегодня об эпидемиологической безопасности и о технических устройствах, которые ее обеспечивают. Программу провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Евгений Копин. Всего доброго, до встречи через неделю.